Я держу в руках удивительную книгу, трогательную, немножко волшебную. Написала ее Анастасия Строкина. Называется она «Совиный волк». Время и север. С волком Боба мы познакомились 22 июля. Когда-то это было недавно. Так недавно, что протянешь руку и дотронешься до алого, пахучего и, как говорят, опасного гриба, мухомора. А мне дело не до того, что он опасный. Главное – красивый. И я первый раз в жизни вижу его, и он видит меня первый раз. Потом казалось, что это было давно. Настолько давно, что незадолго до этого затонула Атлантида и замерли динозавры. А теперь ни то и ни другое. Как будто стоишь на сопке и смотришь вдаль. А там, вдали, они все вместе. И Атлантида, красная от мухоморов, и динозавры на ней. И, конечно, он – волк Буба. Мы встретились на севере, в таком крайнем, что за его краем никого и ничего как будто и нет. Только холодная тяжелая вода, в которой живут мрачные темные рыбы. Признаться, иногда мне было одиноко, особенно полярными ночами. Так у нас на севере называется время, когда ночь не только ночью, но и днем тоже. Все было ничего, если бы не знать, что днем должно быть светло. А вот когда знаешь это, дневная ночь становится еще чернее. И тогда приходит печаль, и время превращается в камень. Ни ножек, ни ручек, чтобы добежать, дойти, добрести, доползти до света. В такие ночи казалось, что север – это пустыня, где нет ничего, кроме темноты и холода. Но это только казалось. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok